Слава Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя, мой Господь, за великие и неизреченные милости, явленные миру и в этот воскресный день. Хвала Тебя за Твое долготерпение. Господи, мы умоляем Тебя, пошли, добрых проповедников, миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, и мусульманам, и буддистам, дабы все познали любовь Твою в Сыне Твоем и недородном, Господи и Боги нашему Иисусе Христе, что Ты умер на и распят на Голгофском кресте за наши грехи. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Всякий, делающий доброе, идет к свету, дабы явно были дела Его, ибо они в Боге соделаны. Делающий зло и не идет к свету, дабы не обличились дела Его. Суд при дверях, ищем и предстанем. Ты послал благовестников, святых апостолов, воздействить всю миру. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И будет брошен вместе с сатаной в озеро, кипящей огнем и серою, где стон искрежет зубов, что напрасно жил человек на земле, не познав Тебя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Псалом 95-й. Воспойте, Господу, песни новые, воспойте, Господу, вся земля. Пойте, Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паще всех богов. Ибо все боги народов – идолы. А Господь небеса сотворил. Слава и величие перед лицом Его, силы и великолепия, восхитилища Его. Воздайте, Господу, племена народов, воздайте, Господу, славу и честь. Аллилуйя. Воздайте, Господу, славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепие святыни. Трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, Крестус рыгнай, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, да торжествует земля, да шумит море, что наполняет Его. Да радуется поле и все, что на нем. И далекует все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо идет. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде. И народы поистине своей. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо близко пришествие Твое. Умудри народ Твой. Пошли благовестникам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы все познали любовь Твою, что Ты, Бог, Творец мира, послал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, рожденного Духа Святой, Марии Девы, обочеловешився, что Он взял грехи мира на Себя, как агнец невинный, оплеванный, пачи лика человеческого обезображенной. И кто поверил слышанному от Вас, святые апостолы и пророки, Ты открыл нам эту истину, позволил опуститься в эту бездну греха и тьмы, где находимся сейчас, где люди собираются для блуда и разврата, для сквернословия и безумия. Прости. Благослови народ Твой. На Тебя мы надеемся, Господи. К Тебе прибегаем. Аллилуйя. Вы хотите что-то спросить? Да, 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 да. Я слушаю вас. Вот по сути, если так посудить, значит, Господь, да, есть все. А по сути, если так считать, то если ты согрешишь хоть раз в жизни, то ты попадешь в ад, ведь так? До Христа так, а теперь нет. Грехи мира взял Господь. У Бога другая шкала. Когда первый человек, Адам, согрешил, мы говорим, на что он сделал? Ну, плод сорвал там, как добра и зла много, убавилось там плодов, то их много там. Но из-за этого, написано, все в Адаме умирает. Уже умерло больше ста миллиардов людей. И поэтому жертва Христа, она покрывает миллион этих вселенных. И поэтому, если ты даже был бы как разбойник, и на кресте рядом с ним такой был, и раскаялся, и Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Идите, проповедуйте Евангелие. Смотрите, 3 глава 28 стих, где Аня Апостолов говорит, воскликнул народ Петру, что нам делать, чтобы спастись? Ответ, три ступени. Покайтесь. И докрестятся каждый за своими Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. То есть, по сути, если так подумать, то когда я умру, если я предстану пред Господом, если я покаюсь, то я попаду в рай. Конечно. Это несомненно. Верующие, я цитирую вам, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а не верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть, если, по сути, если так подумать, то вообще во всех странах появилось очень много вер, появились такие люди, как атеисты, которые абсолютно отвергают любое представление Господа, любое абсолютно представление Всевышнего над этим миром, что мы, в принципе, мы живем только за счет того, что есть такая теория, как теория от Арвина, и то, что мы произошли от обезьян. Нет, теории не было. Он не говорил этого, Дарвин. Это придумали. Он говорил о видоизменяемости. Если бабочка живет в Лондоне уже 100 лет, то она делается серой. Он старостой церковной общины был до самой смерти. Это обман. Обман. Сегодня все это показано. Это безбожники придумали. А что Бога нет? От Апсалом 13 и 52 написано, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Дальше причина. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Нет ни одного. И что много вер? Не надо много. Одна святая православная вера, которая от апостолов идет, а не которой люди сегодня придумают. Шарлатаны, хабарды разные. Ну, в этом я, конечно, несомненно согласен. Являюсь просто верующим, как я считаю, потому что я верю в Господа. Я ношу крест, даже два креста. То есть, один крест у меня из храма Христа Спасителя. На нем находится земля с Голгофы. То есть, представляет, как мне сказали, что это очень... Да нет, это все выдумки. Вера, вера. Даже, ну, крест, у меня крест. Он со мной, крест прошел по тюрьмам, где я за Слово Божие страдал. Но спас меня Христос. А крест напоминает об этом. Надо идти в церковь. Без церкви нет спасения. Тут есть пастыри. Они имеют право разрешать от грехов. А у стектантов, баптистов этого нет. Они возникли-то спустя полторы тысячи лет. Это все обман. Церковь там, где есть апостолы. Это-то понятно. Ну, просто... Ладно, хорошо. Тогда еще можно ли задать еще один вопрос? Можно. Можно. По сути, непрощаемый такой грех, это, ну, вообще, самый, наверное, жесткий, если можно его так назвать, грех, это убийство. отобрать? Нет, 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 нет. Дальше не говорите, время не тратьте. Один грех только не прощается, только один. Хула на Духа Святого. То есть грех, в котором нет раскаяния. В убийстве нет раскаяния, погиб. В блуде нет раскаяния, погиб. Дух Святой не коснулся его. Господь говорит, если ты даже на Христа говорил против, как Сына Человеческого, видя Его немощи, проститься. Но кто скажет слово на Духа Святого, не проститься, ни в семь веке, ни в будущем. А что такое? Это означает, Дух Святой побуждает, совесть действует, а да нет, я не буду, что я буду казаться слабым. Пошли вы вон все. Вот это богохульник, он так умирает, с последними матерками, как Гагарин. Вообще вопрос не в этом состоял. Вопрос состоял в том, что хорошо, ладно. Тогда еще про один вопрос. Вопрос про самоубийство. Ведь самоубийц же даже не отпевают. Да. То есть, но если покаяние происходит, является ли это прощением греха? Он не может покаяться, он уже умер. Это самое страшное, что человек делает на земле. Даже убийца покаялся рядом со Христом на кресте и получил прощение. А самоубийство не может сделать, за гробом нет покаяния. Вот в чем вся суть-то. Нету, нету, он сразу в ад идет. Вечное мучение в огне вместе с дьяволом, где плащ искрежет зубов бесконечные веки. То есть, по сути, ты можешь абсолютно как угодно прожить жизнь, но если ты покаешься перед Господом под конец даже если своей жизни, то тебе придет прощение и ты попадешь в рай. Это, понимаете, это безбожники начинают философствовать. Я знаю это. А в первую очередь, когда ты умрешь, первый вопрос, ты, может, микрофон из рук не выпустишь, и с микрофоном в ад попадешь, пока эти слова кощунственные произносишь. Надо это нам? Не надо. Но я не конкретно к вам говорю, а к кому-то. И что? Ты не знаешь, когда умрешь. Второе, если ты знал, что Бог есть, даже рая бы не было, на земле бы одного дня не стал жить, как они живут. Бессмысленная жизнь, разбрат, похоть очей, ненависть, табакокурение, самоуничтожение. Какая-то жизнь-то? Да без Бога даже минуты одной нельзя жить. Даже если бы не было рая, табакокурение, это считается грех, да? Что именно? Табакокурение. 12 лет жизни отрывает, и последние годы туберкулезом харкать будет. Надо это? Табакокурение. На свай курит, рак щеки. Курит человек, сосет на свай. Если курит, у него рак гортани, рак легких. Это не один, не два. Самый лучший был тогда вратарь Яшин. Болит первым делом большой палец правой ноги. Отрезали ногу. Тромбы закупорены. Курит. Вторую ногу отрезали, на которых прыгал он, как кенгуру. Дальше отрезает первую, правую руку и левую. И так умер. Почему от людей это скрывали? А президент антиалкогольной политики, профессор Новосибирского Академгородка Жданов Владимир Георгиевич это все опубликовал. Он по стране ездит и говорит об этом. О вреде алкоголя. Он рассказывает жуткие истории. Отец взял сына, ну маленький, лет 8 ему, пошел в погреб, я схожу, а на улице 42 градуса мороза. Он говорит, ты лезь, Петя, достань-то картошки-то. Но тот копается, ты знаешь, а отец-то алкоголик. Я сидит рядом сбегал, у него тут недалекий товарищ живет. А ты посиди, он дверь закрыл, захлопнул ее и побежал в гараже. Выпил, да и забыл все. И вспомнил только утром, когда проснулся, у меня же Петька-то там на морозе-то. Прибежал, дверь открыл, он мертвый, скрюченный, ободранные ногти, он в дверь бился. И он тут же повесился. Это не где-то, это то, что видел человек. Я лично видел разбитые машины, аварии, смерть, самоубийство, все в алкоголе. Спрашивает, сколько... По сути-то и придумано, что есть такая теория о том, что как вино даже вообще придумал дьявол для того, чтобы уничтожать, чтобы люди типа самоуничтожались. Чтобы не покаялись. Он дает как бы веселье и эйфорию. Вы если бы могли достать книгу в интернете, запомните, пищаль сатаны Мария Карелли. Перевод княгини Кропоткиной. Прочитайте, что говорит сатана людям, которые его принимают. Я их ненавижу. Это, конечно, роман, но суть в этом есть. Вы думаете, дьявол, я сатанист, что там одна девчонка тут, да ты не знаешь, что такое. И Серафима Саровского спросили, а как выглядит дьявол? Он говорит, зачем спрашивать? Даже спрашивать не надо. Вид его отвратительный и страшный. Вот группа дятлова на перевале. Девять человек погибли. Почему они палатку-то резали? Почему в двери не вышли? А вот эти летающие предметы, которые видели, этот дьявол показывает. Он явился им. Они пришли туда, на этот перевал, рядом с селением Манси, доказать, что Бога нет, дьявола нет. А вот он явился. Куда они бежали? Все погибли. Комсомольцы. Вот и весь ответ. А почему теперь идут туда экспедиции, никого не трогают? А зачем вы иконы навешали везде на деревьях-то? Господь дал охрану. Насчет перевала дятлова. Я сам по себе, я выгляжу, да, очень молодым, но я просто вообще увлекаюсь такой порядочной, ну, мистикой, богом, как таковым. И, по сути, перевал дятлова это довольно-таки загадочный вообще по себе. Никакой загадки нету. Сука? Нету. Там Коровин говорит об этом. Агафья Лыкова. Она первый раз посмотрела, а какие лица черные, они все мертвые. Она даже не знала, кто это. Думала, что экспедиция какая-то. Все сходится. Теперь раны, которые им нанесены, таких ран не бывает. Изнутри ребра переломаны, а снаружи гематомы нету. Значит, дьявол вошел внутри, ломали бесы. Что тут непонятно-то? Что они в двери-то в палатке не вышли-то? Что они стали резать и выскакивать-то? А что это? Очень все спорно, потому что многие просто думают, что как бы... это да, для вас это звучит смешно. То есть, как бы вы представляете, у вас одна теория о том, что это дьявол напал на эту группу, которая хотела доказать того, что Бога нет, дьявола нет, ничего этого нет, и все мы, типа, властники своей судьбы. Но, по сути-то, существует абсолютно много разнейших теорий о том, что это могла быть и, собственно говоря, испытания, те же самые, каких-то секретные испытания КГП. Какие? Вы перестаньте даже, не надо блудословить. Вот испытания какие-то сегодня показывали, никаких испытаний не было. Еще в Бороде комсомольцев уничтожали, там безумные совсем. То лавина сошла, там снегу-то нету. Что угодно, только эта сатана крутит, не дает признать, что есть. Явлено, все. Летчики, которые тоже полетели туда, первый погибает, второй вертолет погибает. Почему не говорят об этом? А сейчас все открыли. Версий существует более 500 уже, а версии никакой не надо. Это написано, не ходи туда, Артатенто, зачем они так назвали, вершину? Не ходи туда, там уже 9, погибло было, еще 9. В вашей версии есть логика, потому что, по сути-то, комсомольцы-то считались, они не верили в Бога. Да они верили, хотели... Так, слушайте, подождите минутку. Они не верили, пошли доказать Манси. И почему в эту ночь шаман рядом в селе бесновался всю ночь? Сегодня все вскрыто. Что он бесновался-то? А вот которые летали, что так ракеты плавают, и последний снимок на фотоаппарате, это пятно. То есть он явился, он успел чахнуть его, и в это время безумные побежали. Они внутрь вошли, не наружу били. Что поломанная черепа и не гемиотома нигде нету, и изнутри. Вот это пусть ответят где-то. Далее, находят какая-то радиация. Радиация везде. Потому что испытания атомного оружия в это время везде было. Это Семопалатинский полигон рассеял. Ни одного вопроса нету, который мне бы задавали, которое... То, что было, я показываю о бесах. И главное, там волшебница одна пришла. Что скажут? Повесили фотографии разные, там живые, мертвые. И она с закрытыми глазами завязала, она подходит, снимает, и вот этот живой, вот этот там уже... Ну а кто? Она сразу посуровела. А вы не спрашивайте, чтобы вам худо не было. Зачем это? Понятно, что она бесовка. И бесовский ответ дает. Ответ один. Они пошли туда, специально слова этого народности Манси, записывали, чтобы потом прийти, им доказать, нет ничего. Что свободно? Мы доказали, мы ночевали. Зачем ночевали лезть, когда рядом в лесу спокойно было, на бугре, обдувает ветром. Это, понятно, безумие полное. Это не ошибка Дятлова. Это сатана их привел туда. И всему миру доказал. И крутятся. Это ни день, ни два. Это ни день, ни два. А они мои ровесники. Я в это время заканчивал как раз техникум. 59-й год, 1 февраля. Это мои ровесники. Я знаю, какой народ был. Они были, все комсомольцы, все безбожники. Они пришли доказать, нет Бога. И дьявола нету. Ну, вы помните, этот Валант говорит, Берлиозу. И что? И дьявола нету? Ха! Ни Бога, ни дьявола сегодня нету. Есть все это. Есть живой Бог, и есть дьявол. Почему все, которые вот здесь все время пьют воду? Они как будто бы знают, что гореть в огне. Все пьют. Все голые. Вот эта вот рулетка. Это место разбрата, куда сатана людей столкнул. Голые. 50% людей голые. Я уже второй месяц нахожусь здесь. Зачем? Людям сказать о Христе, чтобы они молились. Мы нашли несколько человек, которые случайно попали. Они в церковь уже пришли. Они уже находят меня по нашим ресурсам. Это YouTube. Во свете Библии. 14 тысяч из 160 роликов наших. Если поставите сайт, на сайте будете. А это по скайпу. Фамилия, имя. Прящутся. И наполовину. Условия не разрешают им прятать лицо. Кто в рулетке-то? Написано, что обязательно, чтобы видно лицо было. Пол головы, один глаз. Везде что? Блудники. Прилюбодеи. Процента 80 мусульман. Я их спрашиваю, вы зачем здесь? Ну вот, знакомство. Какое же тут знакомство? Потому что дома у тебя разрешено по вашему закону четыре жены иметь. Но им нельзя тут российский закон еще их маленько придавливать. Четыре. Но за каждую надо платить табун лошадей. Даром никак. А здесь 44 даром. Вот они и пришли сюда. Хорошо. Можно тогда еще спросить. Вот почему многие переходят к атеизму? Потому что в России, лично в России, многие не верят в Бога, потому что никто, нету, так сказать, достойного патриарха. Потому что наш патриарх, наш патриарх говорит о том, что счастье в бедности, то есть, ну не то, чтобы счастье было только как бы нематериальное, нематериальное счастье. Хотя сам катается на Мерседесе, живет в особняке. Это факты. Ну вам-то зачем это смотреть-то? У меня тоже нет крови старого велосипеда. Я не вижу патриарха. Я вижу служителя Божия и молюсь за него. А вы, а вот он на Мерседесе. А вы знаете, что три женщины только машину протирают у Путина? Еще из этого. Ему по чину положено. И пускай. Вообще, многие, многие сейчас сделали в церкви способ заработка. Да, да, да. Потому что, потому что, например, вспомнить раньше, вспомнить то время, когда только крестили, крестили рус. 988 год. Князь Владимир. все касающийся церкви, касающийся церкви, церковь питалась только за счет подаяний, то есть благотворительности. Сейчас церковь питается за счет того, что до нее, даже когда приходит свадьба, для того, чтобы просто благословить, благословить 15 тысяч рублей. Вы знаете, вы можете перечислять здесь полгода. Я это все знаю. Я в церкви. Но у нас две общины, где у нас копейки не появляются. С тарелкой не ходят. Ни за что деньги не берутся. Святая Десятина все покрывает. И кто бы ни пришел и видит, как вы могли так сделать. Это огромный труд. По форме одетая. Ногами никто не переступит. Они там деньги, но я это знаю. Миллиарды там крутятся. Мне это не касается. У меня душа моя. Никто мне не дал право там это ходить, сучки выбирать. У меня своих бревен хватает. Я благодарю Бога, что Господь послал Сына Своего Иисуса Христа. Вот о чем. А это зациклится. У него Мерседесы. Зачем мне Мерседес? Я сижу, благодарю Бога. У него никогда не будет то, что у меня есть. У меня есть радость. Радость. Вот в этом-то и дело. Что почему? Вот просто меня интересуют вопросы. Зачем из церкви сделали способ... Я вам ответил. Неверие. Неверие. Больше вопросов не поднимайте. Время тратите напрасно. У меня нет его. Это из-за того, что люди неверующие, сребролюбцы, они продают таинство. Это называется симония, смертный грех. За крещение платить, за венчание платить. А венцы-то наголу не надевают, а идут сверху несут. Венчания-то нету. Крещение-то нету. Обман. Мокрая ладошка по голове. А крещение троекратное, полное погружение в воде. Как крестил князь Владимир? Где? Где Днепр? Крещатик? А где крестился Христос Апостолы? Написано на Иордане, где много воды. Евнух и Филипп ехали и оба сошли в воду. У меня брат священник, протеерей. Вот нынче у нас 7 июля будет крещение. Один раз в году. Один раз. Бесплатно. К нам из Франции, из Германии приезжают. Все избратили попы. Я на это не смотрю. Мы сделали как положено. Священник заходит в воду. Готовятся люди. Я в пяти университетах одновременно вел занятия. И три радиопрограммы в милиции, везде. Это мой полигон, где мы готовим людей 500 часов подготовки. А в церкви сегодня там 20 минут даже нет. Я это знаю. Сказал, предупредил, написал патриарху. Отмечать будете. Вы столкнули Россию в бездну. Церковь православная была гонимой, но никогда не была такой презираемой, как сегодня. Но меня это не касается. Я работал 35 лет в стажу. Я прошел тюрьмы. За слово Божие. Реабилитирован. 35 лет в стажу. И у меня пенсия на сегодняшний день на 24 февраля 2012 года 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Это ЖКХ. Все я должен думать. Что питаться? А я не ропщу. Я каждый день сытый. Вы пьете и пьете воду. Это нехороший признак. Притом все одинаково. Даже сидят священники, все глотают и глотают. Не стыдно ничего. Это огонь горит уже гиенский. Они потушить стараются. Просто, не знаю, у меня просто... Я ответил. К этому не надо. Грехи людей не перебирайте. Скажите о себе. Для вас Христос кем является? Богом тем, который просто защищает. Вот и живите по его заповедям. На первом месте заповедь любви. А как проверить? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот я теперь буду говорить вам. У вас в доме Библия есть? Ну, именно дома? Именно дома. Именно дома. Я сейчас, по сути, я учусь, я сейчас живу на квартире. Ну ладно, хотя на квартире. Я в тюрьме был, у меня Библия была. В тюрьме. В лагере был. И у меня Библия была с собой. Потому что я молился, и Бог дал исключение. Вообще дома и Библии есть, и иконы стоят практически в каждой комнате. Надо жить, чтобы я к чему подготавливаю. Чтобы в сердце была Библия. В сердце. Это православное. Синодальное издание. Что в Библии заниматься? Я занимаюсь 56 лет. Так. Минутку. Слава Иисусу Христу! Я в рулетке. Так. Я благодарю вас. Вы только будьте внимательны. Если церковь православная в вашем городе есть, пойдите, купите молитвослов. Это буквально дешево совсем. Сейчас пост начинается через две недели. Через неделю масляница будет. Соблюдайте посты. Молитесь. И с вас это уйдет. Вот. Семикратно в день. Сто поклонное. Вот я показываю вам. Давид говорит. 118-й псалом. 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не за то, что у меня Мерседеса нет. За суды. За Майданы. За войну. За Гитлера. За Сталина. За Муссолини. За все благодарю Бога. Потому что за этим кроется что-то, что еще не открыто. За все благодарите. Притом вот 100 поклонов. 3 святое, 100 поклонов. Это один раз. И вот таких заходов, прости за такое слово, не меньше семи в день, не считай утренней и вечерней, то есть тысяча поклонов в день. Тебе вот эта труха из головы вылетит. Тебе не надо будет думать ни о ком. Ты каждый день будешь видеть, двигаешься или нет. Живешь ли для Бога. Учишься, проповедуешь ты там людям. Свидетельствуешь ли о Боге. Говоришь ли, благовествуешь ли о любви Божьей. Вот вопрос. Если никому не говоришь, даже ты верующий, даже не пьешь, не куришь. Зарытый талант. Тебе не спастись. Ты должен прийти с прибылью. Господь говорит, слово мое, это семя. Но иное упало при дороге. То есть люди вот так вот и мимо сатана утащил. Второе упало, мало земли, там камень был, некуда корням. То есть не твердая вера. Третье, сорняк, терния выросла. То есть заботы, житейские, женитьбы, дети, работа, учеба. И только четвертая часть на плодородную. Глубокую, взрыхленную языком апостолов. Политую слезами раскаяния. И приносит плод 30-60 во сто крат. Мой вопрос, где я буду? Когда я благовествовал? Вот мне Господь позволил издать в бумажном варианте 38 томов книг. И я решил их подарить библиотекам мира. Мы в Барнауле живем. Мы проехали до Владивостока, порт Находка. Отсюда снова забросили книги 4,5 тонны границы. Два года ездили. До Лиссабона, Португалия. От Тихого до Атлантического океана. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику, Север. 650 городов. Мне это надо? У Путина книги мои стоят, показали. Библиотеки имени Ленина, только в Москве. Исторической, парламентской библиотеки. Почему это проповедь? Мне Господь позволил 56 лет нести это слово в школы, университеты, в министерства, в КГБ, прокуратуры, заводы, фабрики. В воинские части. И я скажу, что нет радостной вести, как людям говорить о Христе. И когда видишь, что они каются. Я судим был за слово Божие, опубликовал протоколы селонских мудрецов, архипелаг ГУЛАГ, кроме того, что насчитал Библию, 50 книг насчитал, распространил. Я благодарю Бога за все. Благословляю тебя тюрьма, как многое ты открыла. Я пять тюрем прошел. Мне 80 лет. А у меня три голубятни еще. Я все еще бегаю и таблетки ни одной не злотнул. Почему? Меня в морозилках давили, выкручивали. У меня руки все выкручены. КГБ вело дело. Я благодарю Бога. И я их поздравляю с праздником. У меня нет врагов. Мы молимся за Путина, за Медведева, за Порошенко, за Трампа, за Эрдогена Турецкого, за Омана, за Рамзана Ахматовича Кадырова. Господи, дай всем крепости сил, чтобы не было покушения на них. Я занят. А так вы еще будете думать? Я думаю. Не думать делать надо. Мы с нуля восстанавливаем православную деревню. 21 тысяча поселений в России исчезли. Вот выступает здесь депутат законодательного собрания от КПРФ Нина Данилова. Она говорит, это не просто на карте убрали значение. Это потеря земли. Она пустой не будет. Тут будут люди с других сторон. Тут и китайцы, и южные страны идут. Русский человек исчезает. За время перестройки 120 миллионов абортов. Мы что, не понимаем ничего? А я у патриарха буду смотреть колеса лимузина. Зачем он мне нужен? Я должен молиться за него, чтобы Бог дал ему страх Божий. Написано в Библии, на суде Божьем будет строгое испытание начальствующим. Я отвечаю за себя. Я прораб, мне не давали работать. Понял. Не давали работать, где я хотел. Поэтому я 40 лет печеньком был. Сажей в глине, но у меня все было. Поэтому я благодарю Бога за мою судьбу, которую он дал мне. Ладно, хорошо. Спасибо вам огромный, собственно, на этот разговор. Так. Вы знаете что? Вы заходите на наш YouTube, вы себя увидите, как мы с вами беседовали. Ага. Ну, а может быть, не сегодня явится, позже когда-то. Потому что много у нас записей. У нас хороший разговор был. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все на этом. Во славу Божию. Хорошо. Спасибо огромное. Сохрани вас, Господь. Как вас звать? Звать вас как? Никита зовут меня. Никита? Да сохранит, Господь и помилует. Не утони в разврате, в пьянстве, в табакокурении, в злокулене. Отстань от патриарха. Помолись за него. Ему трудно. Мы должны помощь оказать. А что машины, охрана, сицы там на нем, квартиры, что это миллиарды табаком торговали. Зачем мне это знать? Я молюсь только, руки простираю. Помилуй его, Господи. Ему как отвечать на суде Божьем? Сколько соблазна. Иоанн Затаус говорит. Если одна душа, одна, погибнет из-за тебя, что ты дал ей соблазн этим богатством, тебе, о, священник, всей жизни не хватит рассчитаться. А их миллионы гибнет. Я им пишу, еду, говорю. Больше я не могу ничего сделать. Когда я говорил и написал, у меня на сон уходило только два с половиной часа. По милости Божией. И уже сделано что-то. 21 тысяча деревень погублено. 10 тысяч последнее издыхание. Мы взяли участок земли, получили его через краевой совет, зарегистрировались. С нуля начали строить. Первым делом храм. Школа государственная. У нас интернет все есть. Мы не пензенские затворники. Разговор идет с тем, кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Пять качеств. Своими силами построится. И 27 лет уже в Алтайском крае. А на одна такая деревня. Я начальник детского лагеря, образовал лагерь. Один такой лагерь был на весь Советский Союз. Тысячи детей. Я 45 лет начальник. И ни одного заболевшего, ни одного отравленного, ни одного погибшего. И государство ни рубля не дало. Мне только гнобили и гнобили. Ну и что? А мы молились. Так, Никита, с Богом. Храни тебя Господь. Подождите, подождите. Еще один вопросик, если можно. Можно, пожалуйста. Вот вы упомянули воровство. Я просто не могу не задать этот вопрос. Если взять, например, воров в законе, которые воровали у богатых чиновников, и по большей части они раздавали это бедным. Просто хотелось бы спросить, это считается как за грех или нет? Что именно? Я более... Вы близко держите, что глухо так, чуть подальше так. А что именно? Есть же такие контингенты, как воры в законе. Ну, это сатана придумал. Дальше, что я с ними сидел рядом. И что интересно? Вот смотрите. Я просто пояснил. Вор в законе. А мне какое дело до него? Я вхожу в камеру, новая тюрьма. Меня везут по этапу. Я захожу, камеру открыли только во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мир вам! А люди не видно дыму. Три человека на душконку, на кровать. Сразу подходит, который старший, пахан. Вор в законе. А кто вы будете? А какая статья? Я говорю, 190 прим. Он 190 знает, а прим не знает. Что? Мента грохнул? Я говорю, нет. Я говорил, эта статья говорит о том, что мы подрывали устои государства. Открывали его безумие. Что делают правители, коммунисты? Как угнетают народ? Никакой свободы. О-о-о! О-о! И вся камера. Теперь каждый день. В один день делал. Узнали, на 70 человек трое не курят. А у меня с собой Новый Завет. Вторая часть Библии. Вымыть тщательно руки. Отбой в 10. В 8 часов ложатся на шконки. Ни один не закурит. Он смотрит за ними. А там строгая дисциплина. Я начинаю проповедовать. Каждый раз. Два часа. Открывается камера. Охранники с двух этажей стоят здесь. Стоят и слушают. Вот что Бог делает. Это я прошел по милости Божьей. Это не мое. Это Бог делает. Вот, допустим, отослали меня к другому народу. Чтобы я не знал их языка. А я языки разные изучал. Когда обратился, я на семи языках занятия вел, говорится. И в это время. Утром я встаю. А они говорят. Вчера ночью молились. Семь человек на колене с вами рядом стояли. Сзади. Можно мы тоже молиться будем? Это говорят люди и рецидивисты. Воры в законе. Я извиняюсь, но по-моему мне дьявол в окно стучится. Вас что-то смущает, отвлекает? Хорошо, давайте прощаться тогда. Кто-то стучится мне в окно. Я не знаю кто. Ну вы отсюда придите, смотрите. Я вам показываю. Вот наш YouTube. И в конце это по скайпу. Зайдите. Да, я уже нашел YouTube. Вот это. По скайпу. И вы там вопросы свои подготовите. И я постараюсь вам ответить. У нас хороший разговор состоялся. Ну что, у вас канал в свете Библии, то есть? Да, с Богом. Сходите в храм, купите молитвослов. Сейчас пост начинается. Через две недели. Поститесь. Вам это поможет молодому человеку. Больше красоты будет. С Богом. Самое главное теперь у вас, если вы уверуете, правильно жениться. Если думаешь, жениться. А хмурит какая-то тебя вдовушка-то. И попертая под каблучником будешь. А ты помолись, чтобы Бог дал невесту. Поэтому со священником заведи дружбу. Не суди его. А через него Господь тебе покажет. Может, она рядом стояла, а ты не заметил. Бог дал. Да, Бог дал. Бог дал. И ты будешь рад. И дети тебе будут не в тягость. И у тебя друзья хорошие будут. И достаток во всем. Это я тебе говорю. Давид говорит, я был молод, состарился. Но не видел, чтобы праведника дети просили хлеба. Нищие были. Я тоже этого не видел. При такой пенсии, 8 тысяч сейчас, я голодный не ложусь. Вот и весь ответ. С Богом, Никита. Спасибо. Храни вас Господь. Все, отключайтесь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.